Здравствуйте, меня зовут Ксения и сегодня мы поговорим о том, как поступить в европейскую бизнес-школу EU Business School. Итак, EU Business School это международная бизнес-школа с кампусами в Германии, в Швейцарии и в Испании. EU Business School входит в список лучших бизнес-школ Европы и предлагает программы высшего образования на английском языке по разнообразным направлениям. Это бизнес-администрирование, международные отношения, спортивный менеджмент, управление туризмом, предпринимательство и финансы. Далее в видео вы узнаете пошаговую инструкцию о том, как поступить в это учебное заведение. Первый вопрос при поступлении в выборе вуза. Почему EU Business School? Рейтинг бизнес-школы очень высок. В 2021 году школа получила очень много наград. EU Business School входит в список лучших бизнес-школ Европы, поскольку 93% студентов трудоустраиваются в течение 6 месяцев после выпуска. Признанные дипломы. Выпускники EU Business School получают государственные аккредитированные дипломы Великобритании. Это London Metropolitan University and Dublin Business School наряду с государственным дипломом Испании. Трансфер между кампусами. Вуз предлагает программы обмена между кампусами в Барселоне, Женеве, Монтрео, Мюнхене или онлайн. То есть один семестр вы можете учиться в Женеве, а второй, например, в Барселоне. Практический подход к учебе, использование реальных бизнес-кейсов, бизнес-симуляций и посещение крупнейших компаний. В бизнес-школе преподают практики, предприниматели и топ-менеджеры. Лекции и мастер-классы от представителей таких организаций, как BMW, Siemens и ООН. Перейдем к главному. Пять главных шагов для того, чтобы поступить в ВУ бизнес-скул. Первый шаг – это английский на высоком уровне. Второй – это правильно подобранная специальность. Третий – это IELTS на уровне 6.0 или 6.5 в зависимости от специальности. Четвертый шаг – это оформленные документы и виза. И пятый шаг – это адаптация к учебе за границей. Давайте детальнее поговорим о каждом из шагов. Повышение уровня академического английского языка по основным параметрам – это listening, speaking, writing and reading. Постоянная практика с носителями английского языка, изучение школьных предметов на английском, изучение базовых терминов, гуманитарных, общественных наук на английском языке. Свободное владение английским языком поможет быстро адаптироваться в новой среде. Вам будет проще поладить с другими учениками и преподавателями. Правильно подобранная специальность – профориентационный тест и онлайн-сессия с психологом очень в этом поможет. Правильный выбор профессии гарантирует успех в учебе и карьере. Это позволит проявить ваши сильные стороны и реализовать потенциал на все 100%. Третий шаг – это IELTS на уровне 6.5 или 6.0. Детальное знакомство со структурой экзаменов. Улучшение навыков в каждой секции теста. Написание эссе. Пробное тестирование в условиях, максимально похожих к тесту. Детально про особенности сдачи экзамена IELTS вы можете узнать в нашем другом видео, которое мы выкладывали ранее. Ссылку мы оставим в описании под видео. Тестовая сдача экзамена IELTS снижает уровень стресса во время самого экзамена. Это поможет не волноваться, сосредоточиться на правильном выполнении заданий. Четвертый пункт – это документы и виза. Заполненная и проверенная визовая анкета, получение индивидуального списка документов и детальная консультация экспертов. Проверка документов и написание мотивационного письма. На самом деле, написание мотивационного письма является одним из важнейших элементов поступления в любую страну мира. Наших студентов в стадии Academy мы учим этому навыку. Это очень важно. И обязательно мы поможем вам пройти по всем этим этапам. Соблюдение всех нюансов во время заполнения и подачи документов – это гарантия успешного результата. Обращайтесь к специалистам, вы избежите частых ошибок и не испортите себе визовую историю. И пятый шаг – это адаптация к учебе за границей. Так как учеба по международным стандартам очень отличается от украинской, вам нужны обязательно навыки, которые помогут вам адаптироваться к обучению в любой стране мира. К ним относятся финансовый интеллект, эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент, уроки по лидерству и критическому мышлению. Это все школьные предметы канадских, американских, европейских школ. К сожалению, в наших школах ребята этого еще не проходят в основной программе. Но это обязательно нужно для обучения за границей. Также важно еще до отъезда за границу узнать тонкости учебной системы другой страны. Адаптация нужна не только для изучения предметов на английском, но и для личностного развития, самоорганизованности, критического мышления, креативности. Подписывайтесь на наш канал, и мы будем чаще вас радовать полезными видео про обучение за границей. Ставьте лайки и до встречи!